Девушки отдыхают Улыбаемся Поменяйтесь местами Улыбочку Может хватит Не переживай, это не опасно Давайте раз еще разочек с сыном Ну вот Все как договорились Переодевайтесь Он сейчас На четвертом этаже Позад А-407 На этом входе Переведел в камеру, точно нет Точно Гарантию даю Извините, Павел Александрович Из банка опять Ну иду я уже, иду Да Замечательно Да, здравствуйте Слушаю вас Да, почему они не поступили? Прошу вас Мы им выписали счет Три дня назад И что? Хорошо, я буду ждать Все приготовьтесь Мы скоро выходим Ну только решите, пожалуйста Это побыстрее Хорошо, тогда я передаю трубочку референту Приезжайте с ним Спасибо Алло, да? Ну все, я пошел Отслуживайтесь, позвоним Лифт на четвертый этаж Давайте Ничего не нужно Ну я побежал Подгоняйте машину Конечно, хорошо А я ему передаю Да Да Отлично Давай Слушаю Конечно Я с вам говорил Ну все Бывает, конечно Спасибо На пол! Вы целы? Вроде бы Вроде бы Вроде бы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну здравствуй Здравствуй, герой Здравствуй, Роман Александрович Форсиш В принципе, можно уже без нее Но врач сказал еще пару дней Походить с палочкой Заказчиков нашли? Да следователи роют Но пока глухо Те двое, которых ты положил Как ты понимаешь Уже ничего не скажут Короче говоря Угу Вдруг бегать Как прежде Ты пока не сможешь Но работа для тебя Тем не менее Не найдется Это радует Тут один объект Намечается Я подумал, что для тебя Это будет все нарастно Все спокойно Никакой суеты Поместье За городом Ну в общем Считай, что санаторий Кого охранять? Генеральскую вдову Круто Когда приступать? Завтра, Толь, завтра Хозяин поместья, в которое мы едем Лисицын Станислав Георгиевич Основной бизнес Строительный А что еще Есть и не основной Есть Недвижимость Лисицын Хозяин очень доходных Московских объектов Особнячки В центре города Ну еще Риэлторская контора Заброшенная фабрика Которую он сдает киношникам В аренду Под павильоны То ли ты можешь не щелкать? Извините Лет шесть назад Он купил в этих местах Заброшенный особняк Отреставрировал его И поселил в нем родителей Отец генерала Лисицын Умер примерно Через полгода После того Как они поселились В этом доме То ли я просил тебя Не щелкать Я больше не буду Но сейчас там живет Мать Лисицына И ее двоюродный брат Михаил За вход Денщик И компаньон В одном лице А зачем вам Телохранитель-то понадобился? Место глухое Как объяснил Лисицын Мать и родственник Люди уже Не молодые Мягко говоря Беспокоиться Обычное дело Солидный домишко Да уж Только что-то не видно никого Будем надеяться Что нас здесь все-таки ждут Здравствуйте Я Хамза Роман Александрович Мы из охранного агентства Барбакан Здесь никого не надо охранять В этом нет необходимости Уезжайте Будем разбираться О таком приеме Лисицын не предупреждал Да уж Продолжение следует... 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 ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Интересно. Шеф твой уехал. Что-то срочное. Как прогулка? У дома были посторонние. Причем совсем недавно. Судя по дате, она выпущена две недели назад. За домом Лешка. Лешка — это специально обустроенное место для проведения слежки. Или стрельбы. Мало ли. Может, пикник. Там нет ни окурков, ни бумажек. Никакого другого. Да, мусора. Зато я там нашел. Вот это. Это что? Это заглушка для оптики, чтобы не поцарапать линзу. Это либо бинокль, либо оптический прицел. Молодец. Это бинокль. Не здесь. Пройдемся. Это мои люди. Я уверил им за домом присмотреть. Что-то непонятное происходит. Что-то непонятное происходит. Одна на двоих с Михаилом. Меня они близко не подпускают. Помоги. Здесь номер мобильного. Звони в любое время. Звони в любом виде. Нина, Алёше нужно срочно уезжать из Тарусы. Куда? Пока увезу его к себе, а там посмотрим. Я не поеду. Нина, Алёша в опасности. Да может в этом Уайзике просто пьяный был? Машина два часа простояла, люди видели, он подкарауливал тебя. А я не боюсь. Мам, ну не волнуйся. К тому же у меня скоро день рождения, и я хочу отметить его у себя дома. Нина, я твоего сына крестил, а отпевать его упаси Господи. Алёша, собирай вещи, сынок. Здесь жить будешь. По дому шастать запрещено. Простите, что запрещено? Шастать, бродить, разгуливать. Также запрещено попадаться на глаза Натальи Андреевне. Но я её телохранитель. Она не нуждается в телохранителях. Простите, а где в таком случае можно шастать, бродить и разгуливать? На первом этаже и вне дома. Там ты волен в своих передвижениях. Ну, слава Богу. Верующий? Крещен. Молиться тебе надо. Много и усердно. Всем надо. А тебе более других. Ты убивал. Такое не спрячешь. Захочешь, а не спрячешь. По глазам всё видно. А может быть вы ещё и по ладошке гадаете? Кухня на первом этаже. В холодильнике можно брать любые продукты. Готовить будешь сам. Одну секундочку. Значит, нужен Наталья Андреевна телохранитель или не нужен? А также пути своего следования по этому дому я буду обсуждать и утверждать непосредственно со Станиславом Георгиевичем. И только. И ещё. Мне необходим План дома. План дома. Молодой человек. Что вы здесь делаете? Работаю. Вам запрещено подниматься на второй этаж. Наталья Андреевна, я нанят вашим сыном, и мне необходимо... Вы меня не поняли. Немедленно спускайтесь вниз. Кто этот человек в комнате? Мне сказали, что в доме только вы. Вы и Михаил. Вон! Вызываемый вами абонент временно недоступен. Попробуйте позвонить позднее. Попробуйте позвонить в день рождения. kt Так что насчет плана дома? Нет никакого плана. А где, вы говорите, комната Натальи Андреевны? Так это же ее дом. Где хочет, там и живет. А еще в доме люди есть? Нет. Странно, очень странно. Я видел человека в комнате на втором этаже. Да нет здесь никакого человека. Но я же видел. Показалось. Скажите, а еще жилье здесь поблизости есть? На десять верст никого нет. Но люди же здесь бывают? Какие люди? Посторонние. Вот ты, посторонний. Ну, а кроме меня? Никого здесь не бывает. Ни охотников, ни грибников. Никого здесь нет, ни своих, ни посторонних. Но это мы еще выясним, господин управляющий. Оно. Продолжение следует... 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 Бред какой-то. Здравствуйте, батюшка. Храни вас Бог. Прошу вас. Здравствуйте. Здравствуйте. А-а-а! Субтитры сделал DimaTorzok Наталья Андреевна, у вас все в порядке? Ну вот, 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 попробуй это. Наталья Андреевна, у вас все в порядке? В порядке, в порядке, у меня все в порядке! Кто этот человек? Я же сказала вам, что у меня все в порядке. Ступайте, ступайте к себе. Хорошо, извините. Вот что у меня есть. Субтитры создавал DimaTorzok